Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, я думаю, что у нас все будет хорошо Ребята стараются, хотят, главное Роман Георгиевич, им хорошо помогает В этом году у нас девчата На ваш взгляд, отношение к процессу девочек и мальчиков Как всегда, говорю, девочки более ответственные, чем мальчики Дисциплинированные Матэ! Поэтому, ну, всегда так будет Субтитры делал DimaTorzok Ну, вы довольны, то, что делают ребята? Конечно, доволен Краем глаза наблюдаются? Да, да, смотрю Уже видно прогресс, ну, по крайней мере, уже выучили девчонки свое движение Теперь надо точить, чтобы быть на высоких Хорошо, будем стараться не затупить Матэ! Главное, да, не затупить Матэ, когда команда Хаджиме прозвучит И мандараж начинается Хаджиме! Борьба! Увидимся! Продолжение следует... Продолжение следует... Ольга Вероника Вы участвуете в проекте под названием Дзюно Ката И готовитесь к участию к первенстве России По дзюдо Ката В программе Это ваше первое Такое, наверное, большое будет выступление И мы с вами готовимся уже к этому выступлению Сколько? Полтора месяца Где-то что-то вот в этом духе осталось Впереди месяц Ну, давай сначала с кого начнем мы? С Вероники начнем Скажи, Вероника, вообще, как давно ты занимаешься дзюдо? И твои ощущения после вот месяца чуть больше занятий именно... Ката? Это вот месяц и после вот первого месяца ощущение какого-то непонятное... Какое-то что-то новенькое... Ну, не знаю... Как-то... Не знаю, что сказать Прикольно, интересно Правда, в первый раз такое видывало Уже месяц, но уверенность в себе есть Так, ну, мы плавно переходим к Ольге Ольга Ну, те же два вопроса Как давно ты занимаешься дзюдо? И твои ощущения по практическому освоению дзюно-ката? Нет Дзюно-ката мы занимаемся чуть больше месяца И мне это очень нравится И я думаю, что у меня есть возможность поучаствовать в таких крупных соревнованиях Хотя, конечно, надеюсь на победу Но мне еще очень хочется оправдать за интересы тренера И за время, пока мы занимаемся за эти полтора месяца Я заметила, что выполняя упражнения на гибкость, на статику и различные упражнения ката Моя ловкость стала лучше, движения более плавными и более жесткими И мне это нравится А вообще, как давно ты занимаешься дзюдо, приходишь на занятия? Не конкретно ката, а вообще К Алексею Борисовичу я пришла, когда мне было 12 лет Сейчас мне 15 Но у меня был некоторый перерыв в занятиях И активно каждый день занимаюсь в ноябре И сейчас февраль Ой, январь, извините, пожалуйста И мне очень нравится ходить к Алексею Борисовичу и к вам Хорошо, девушки А вот какие-то такие особые ощущения, которые у вас появились Ну, так как понятно, что вы не так давно занимаетесь вообще дзюдо, да? И сложно сказать Такие, дать точную оценку вашим ощущениям, да? И сравнить, допустим, тренировки те, которые у вас были до этого И тренировки именно непосредственно по программе ката Но все же хочу спросить, есть ли какие-то вот такие явные отличия Хотя бы внутренние, как вы это чувствуете? Давай, Вероника, ты Конечно, есть Немножко погромче, Вероника, потому что можно, если ничего не услышать Мне, конечно, какая-то в себе вера вот после дзюдо, когда начала ходить Ощущается, конечно, разница или в силе, или в... Ну, когда я прихожу, допустим, на непосредственные тренировки Намного лучше начинаю делать и получаю этот баланс Борисович, чтобы было Мне нравится этот вид спорта Я давно хотела ходить на такой вид спорта Но не могла никак себе этого позволить И вот папа предложил мне Тут И сейчас вот из-за чего дзюдо В следующий месяц И дзюдо Второй год Разница, конечно, есть Когда вы ходите вот на такие тренировки То потом у вас мне придется В силы идти домой А у меня нет силы идти в полу Вот А когда тренировки под дзюдо като То силы остаются А когда нужно идти в полу Вы спрашиваете себя Почему? Зачем? Для чего? И все-таки очень хорошо сюда приходить И дзюдо като Она надевает Скорее гибкость Все вот это мы делаем А силовые тренировки Они дают такое ощущение Что ты большой и сильный Ну хорошо Ну хорошо Так что следующее с вами интервью Мы сделаем Перед отъездом Вот Когда мы уже посмотрим Ваши Так сказать Максимальную готовность А потом мы сделаем еще с вами Интервью уже по завершению Выступаем Да? Обязательно Выступаем Возвращаемся с кем Батый Батый 40 минут 95 минут Продолжение следует... 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 Судьи решили так, как решили А девочки все равно молодцы, горжусь Что пожелаете? Пожелаю двигаться дальше и только вперед и вверх И все будет хорошо, все получится Спасибо Здравствуйте, ребята Здравствуйте, привет Артем, Степан Идет процесс подготовки к выступлению на чемпионате России по дзюдо-ката Мы готовимся по дзюно-ката показать этот комплекс упражнений Ну и хотелось бы, ваши ощущения, после почти трех месяцев совместной работы Совместной деятельности Я имею ввиду не только мою с вами, но и также друг с другом И вообще общее ощущение по всему процессу Давайте начнем со старшего Да? По возрасту С Степаном мы уже давно знакомы То есть проблем в работе с ним не возникает никогда Его я с детства знаю Он еще маленький был То есть с ним удобно работать Прогресс есть Степа в том году уже выступал У него опыт какой-то имеется Для меня это впервой То есть я быстро смог построиться Он мне подсказывал в каких-то моментах Где как правильно надо То есть я ему благодарен за это Также Роман Георгиевич Очень у нас большой вклад Потратил на нас очень Уйму С его времени Сил Нервов Скажем так Вот Я доволен Мне нравится Скажем так Второй раз Так как уже не 5 А 15 упражнений То на упражнения Давай сначала тяжело Но сейчас уже все легче и легче То есть они тоже Интересны Так сказать В своей стезе Ну и спасибо Также скажу Роман Георгиевич Потому что Он нам помог Потратил свое время Обучил Ну как же без лести тренера Да Ну все по честному И я к вам С теплотой С душой Мне нравится вообще И вот с девочками Которые тоже будут принять участие В первенстве России До 18 лет Интересно И с вами У Степана конечно Как ты сказал Артем Уже был опыт В прошлом году Вот С Никитой Понасенько Да Ну в этом году уже Так сказать Новая категория взрослая Немножко Может быть Будет Посложнее Увеличилось Количество упражнений Вот А вообще Как вы смотрите На Вот этот опыт Изучения дзюно-ката С точки зрения Потому что вы оба Ну вообще Большую часть Своей карьеры в дзюдо И как спортсмен И как Артем Алексеевич Как тренер Вот Практиковали в основном Ну так называемое Рандори Да Такое соревновательное дзюдо Ну в плане Где идет просто борьба Как вы думаете Вот по своим ощущениям Сегодня Есть ли какая-то Вот вы прослеживаете Связь Между Так сказать Борьбой Так в кавычках Назовем дзюдо И дзюдо-ката И вот допустим Степан Ты продолжаешь выступать В борьбе Дзюдо Так назовем Артем Алексеевич Своих учеников Да Тренирует молодых ребят И сам Выходит на татами С ними поспринговать Ваши ощущения Взаимосвязь Вот как вы видите Насколько это полезно Или это не совсем Так полезно Ну в общем Так Да нет Потому что Полезно Конечно Во-первых Сконцентрироваться Больше помогает Вот именно дзюдо-ката То есть Сконцентрироваться На каком-то Одном движении Более собранным Быть Это я думаю Тоже в рандоре Пригодится В общем даже Ну а так же Ну Сами Как бы Сама-ката Это Показание Принципов борьбы Ну то есть Сама в рандоре И она помогает Ну вот лично Я вот постоянно Теперь Когда под меня Подворачиваются Я руку подставляю Как в кайте Чтобы Сопернику было Неудобно Меня поднимать Вот Ну то есть Полезно Полезно Как вы Сегодня думаете Вам интересно Было бы Продолжать Практиковать В частности Дзюдо-ката И вообще Другие Комплексы-ката В будущем Мне бы Интересно Попробовать Еще какие-нибудь Комплексы Ну да Бросковую Также технику И технику Удержания Тоже В любом случае Понадобится В рандоре Поэтому Было бы интересно Тот же опыт Тот же опыт Который В дальнейшем Можно Также Детям Показать Чему-то Научить Их Новому Детям Детям Мы всегда Мы всегда Совершенствуемся Должно Быть Простоев Надо Всегда Искать Что-то Новое Что-то Улучшать Старое И так далее Спасибо Ну Тогда Дальше Продолжаем И скоро Пока Продемонстрируем Все На что Способны Публики Желающие Увидеть нас В Куровском А дальше Будет Что Будет Продолжаем Субтитры Продолжаем Убил Продолжение следует... 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 Спасибо.